МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй репортаж за месяц, да? Второй раз. Так, квартира стояла. Вот. Ладно, распечатай меня на меня тоже. Нет, и так вот вещь. Ну вот, решетка. Керчатки со значком ПУМА Холодно просто, ребят Пистолет пневматичный Возьми, не трогай руками, файлик возьми Пневматичный Пистолет Макаров? Да Мы просто захотели, чтобы листить Что-что? Операция проводилась под эгидой областного управления уголовного розыска полиции области Задерживали сотрудники батальона спецназначения Вместе с сотрудниками уголовного розыска области Всего сейчас пока рассказать не могу Единственное, что могу сказать, что Люди, подозреваемые в совершении На территории области в совершении преступлений Предусмотренных 185 статьей Это кражи В том числе квартирные кражи Сейчас проверяется С ними общаются И проверяется их причастность к совершению преступлений На территории города Южного в том числе Почему нужно было приглашать группу захвата? Была информация, что Люди передвигаются Всей группой Группой из четырех человек И что они могли оказать сопротивление Сейчас с ними работает Следственная оперативная группа Южненского отделения полиции Устанавливаются Берутся первичные показания Документируются следы С автомобиля, на котором они задерживались Изымаются следы И предметы, которые были в машине Которые у них были при себе Документируется преступление Документируется причастность их к преступлениям Все жители Одесской области Возраст от 86 года рождения до 79 года рождения В том числе есть из них участники Которые жители города Южного Те преступления, в которых они подозреваются В совершении которых они подозреваются Они предусматривают Они относятся к группе тяжких Поэтому в отношении них будет принята мера Согласно уголовно-процессуального кодекса В виде содержания под стражей Компенсор В поиск В поиск Сейчас Это Р pigs Может, чтобы не на свежем воздухе было? Слава Богу, набросим хорошо. Да нет, вы как пожар. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В процессе разбирательства мы обнаружили, что в прошлом году мы за счет городского бюджета на сумму более 1 миллиона сделали здесь капитальный ремонт электропроводки и всего электрооборудования в этом доме. Сумма капитального ремонта больше миллиона была заменена. Все кабеля, все оборудование было заменено. То есть очень серьезно было сюда вложено. Выйдя по заявлению, по жалобе, мы обнаружили, что злоумышленниками были вырезаны кабеля электропроводки. Причем люди делали со знанием дело, сделали так, чтобы первое время не нарушилось ничего, поэтому какое-то время питание подавалось, но сегодня, сегодня уже была критическая ситуация, вчера она уже начиналась и сегодня была критическая ситуация, что дальше так работать не могло. Мы обнаружили, что вырезали. Приблизительная сумма ущерба составляет около 30 тысяч гривен. Вырезали, на первый взгляд, немного кабеля, но, тем не менее, стоимость кабеля достаточно большая. Вот, поэтому по каждому такому случаю мы всегда ставим в известность милицию, ставим руководство города, потому что такое действительно произошло у нас на нашем жилом фонде. А сколько метров кабеля было? Порядка 150. Открыли уголовное дело, милиция начала следствие, мы начинаем восстановительные работы, сегодня к вечеру питание подадим. Все помещения, все подвалы в этом доме закрыты наглухо, даже ветровые продувочные окна заложены и сделаны настолько небольшие отверстия, чтобы нельзя было туда забраться человеку, поэтому человек, который был здесь, имел либо ключи, но следов взлома нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...